так друзья в общем интересный сегодня отстрел давайте отстреляем пыш-контейнер сфера времен ссср в общем пыш-контейнер который стоит 3 копейки всего лишь 3 копейки стоял во времена ссср вот патрончики заряжены на нем с нижнего ствола по мишени с верхнего свала рядышком на скорость вот проверим стабильность закрыт патрон на порохе сокол давайте самого начала капсуль воспламенитель 686 нобель спорт порох сокол 2 и 2 грамма пороха украинской расфасовки порох сокил если быть правильным в общем пыш-контейнер сфера времен ссср дробь номер 3 35 грамм закрытой звездой докатана а епом бм номер 3 в общем вот такие два патрона с верхнего с нижнего ствола пыжи контейнера предоставил мне влад влад сольский вот спасибо тебе огромное за этот материал в принципе уже лежат давно еще прошлом году влад не прислал их решил сейчас отстрелять попробовать как вот они работали как они сейчас работают и как раньше на них люди стреляли вот следующий это будет двойной пыш-контейнер еще интереснее но давайте сначала сферу отстреляем потом будем отстреливать пыш-контейнер двойной я его так назвал пыш-контейнер двойной но сейчас пыш-контейнер сфера и по мишени нижний ствол до мишени 35 метров поехали так 362 метра в секунду вот ну и на стабильность проверим 352 ну похолодало немножко скорость просела по рекомендации на 35 грамм на банке 2 и 3 грамма я зарядил 2 и 2 ну в общем если зарядил 2 и 3 то скорость бы дотянула бы до нормы но по сути даже этих скоростей для охоты в принципе как я думаю будет достаточно ну по сути по сути сыпать надо по банке и все будет хорошо так по стволам ребят ну что вам скажу похолодало и все порох перестал выгорать по теплу он выгорал этот порох сокил сейчас он перестал выгорать засранные стволы оба не знаю видно вам нет в общем в общем такие результаты плохо очень плохо как бы переломки пойдет но для полуавтомата это не годится плохо работает сокол этот по холодам так ребят ну 352 давайте эту скорость пока зафиксируем ну друзья давайте теперь теперь отстрел пыш контейнера я его назвал пыш контейнер двойной ребят в общем мониторил я тему как он называется так я не нашел как называется этот пыш контейнер фотографию конечно же я сейчас ставлю вы увидите эту фотографию этого пыжа контейнера в общем почему двойной обтюратор отдельно от стаканчика в обтюраторе есть по центру небольшое отверстие диаметром может быть миллиметр вот отверстие предназначено для того чтобы через это отверстие попадали отработанные газы и это служило как бы амортизатором для самого пыжа контейнера образовывается вот этот воздушная пробка между пыжом и пыжом обтюратором и стаканчиком контейнером в общем и это как бы по идее должно смягчать выстрел друзья в общем как это работает на самом деле сказать не могу рецепт патрона тот же пороха 2 и 2 и дроби номер 3 35 грамм в общем порох сокил капсуль воспламенитель 686 нобель спорт в общем поехали нижний ствол стреляем по мишени и верхней смотрим на стабильность этого патрона по скоростям поехали 363 ну повыше скоро сейчас ладно 363 запомнили 368 в общем скорость а немножко повеселей так ребятки та же самая картина та же самая порох сокил плохо по холоду выгорает вот скорость немножко выше конечно на этих патронах на этом пыж контейнере немножко выросла порядка десяти метров в секунду ну по сути как бы сказать для крупных дробей особенно для дроби там 20 340 это вообще нормальная скорость была вот ну порох выгорает плохо так вот они нашел я видите стаканчик вот этого пыжа контейнера от второго вот его вывернула что-то вывернула не знаю сейчас я его пытаюсь назад нот видно было что он был вывернутый так ребят ну надо так повнимательнее может где еще будет что лежать сам обтюратор хотелось бы посмотреть плохо видно конечно искать что-либо очень сложно будет пыш контейнер но это не отсюда не с этой серии в общем так нашел пыш контейнер сфера вполне в достойном состоянии обтюратор выдержал как бы ну да вроде бы все хорошо пыш контейнер ножка не сломанная все хорошо отработал так ну смотрю может еще найдет найду обтюратор было бы неплохо найти хотя бы один обтюратор от двойного этого пыш контейнера но нет не могу найти в общем друзья такой вот результат то есть на пыш контейнере сфера времен ссср пыш контейнер который стоил во времена застоя совка три копейки всего он стоил но не надо думать что три копейки это были не деньги это были нормальные деньги за три копейки можно было купить газировки стаканчик с сиропом вот в общем три коробки спичек можно было купить час секунду еще одну пропустил 565 получается в общем друзья такая картина на пыш контейнере сфера мишень 65 штук прилетела дробинок дробь номер три вот за мишенью 34 дело в том что сейчас пойдем дальше путой все нормально я смотрю с проникновением с пробиванием все хорошо все хорошо нигде ну друг зашла вся везде зашла как там на обратной стороне но не знаю вроде бы может быть и не пробила но по заходила вся и неплохо зашла вот то есть 352 скорость ну непонятно дробь вся зашла ребят идем пыш контейнеру двойной тот который помните такой пыш контейнер был с двойным обтюратор отдельно от стаканчика в обтюраторе было отверстие для амортизации вот ребят как бы результат неплохой даже получше чем там 77 штук при том же точно патроне 32 за мишенью вот и 77 мишень ребят весьма весьма неплохой результат 363 скорость вот до мишени 35 метров было ребятки но кое-где кое-где вот я вижу где нормально вот дела торчит дробина так вот она торчит вот то есть вот она торчит я мою ее просто вытянуть вот она видно да ребят видно видно той же глубоко не заходит дробь не зашла вот именно на ну как бы тут нормально может быть ну вот видно ее просто я вижу непонятно почему может быть одна действительно единственная так что не зашла мне показалось в общем такой результат как бы он бы даже получше на самой мишени но там поравномерней в общем рабочие пыш-контейнера по сегодняшний день до сих пор рабочие и где таких взять только я не могу сказать вот но вот это вот очень интересный был пыш-контейнер я его давно планировал отстрелять вот сейчас пришло время отстрелял как положено на порохе сокол вам на обсуждение информация к размышлениям может быть где у кого завалялись эти пыш-контейнера я уверен более чем что есть он на руках есть такой пыш-контейнер и работает видите он ну нормально будем так говорить даже получше чем пыш-контейнер сфера имеют по скоростям так что такие вот два пыш-контейнера из прошлого из ссср сегодня участвовали в отстреле на современном порохе сокол это украинская рассосовка под названием порох сокел в общем выгорает по холоду плохо порах скорость просела заметно просела этот же точно заряд я стрелял по теплу быть были скоростя повыше ну и плохо гореть выгорать стал так что сокол как бы он и в африке сокол в общем на этом все друзья всем удачи всем пока до следующих роликов